И сегодня это уже пятая наша встреча. Вообще всего у нас шесть встреч должно быть. И если вы пропустили наши встречи, которые были вот за эти дни, вам обязательно нужно приобрести запись на книжном столе. И если вы останетесь еще на следующую, вы вечером в 17.00 снова услышите что-то новое. И я хочу повторить, сделать небольшой обзор. Я повторю то, что я уже говорила. Каждый из вас, каждый человек — думающее существо. Вы целый день о чем-то думаете. Вы всегда о чем-то думаете. И когда вы думаете, у вас происходит создание или формирование мыслей. А вечером, когда вы засыпаете, когда вы ложитесь спать, вы по-прежнему даже во сне думаете. Но ночью во сне происходит сортировка мыслей. Вы их сортируете. Готовитесь к следующему дню. Итак, каждый из вас весьма умен. Каждый из вас гениально умен. И каждый из вас задуман. Предназначен для общения с весьма умным создателем. Подумайте об этом. Адам и Ева могли гулять в саду вместе с Богом. Адам и Ева разговаривали с Богом. И мы с вами будем как раз этим и заниматься на небесах. Лицом к лицу. Итак, для того, чтобы общаться с Богом, уже нужно быть очень умным. Но пока мы здесь на земле, мы достаточно умны, чтобы, находясь здесь на земле, общаться с Богом. И когда вы осознаете, насколько вы умны, а на самом деле наш интеллект безграничен, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. И я вам точно говорю, когда вы осознаете, насколько вы умны, вы будете на себя смотреть по-другому. Вы можете быть настолько умным, насколько сами захотите быть умным. И чем больше вы будете обновлять свой разум, тем умней, интеллектуальней вы станете. Итак, вы были созданы для глубоких размышлений, для интеллектуальных упражнений. И вы знаете, ученые проводили исследования, они пытались узнать, какое влияние, какой эффект молитва на языках оказывает на мозг человека, на разум. Ученые, научный мир, люди, которые не верят в то, что Бог дает этот дар молитвы на языках, они начали исследования. И они ожидали, они ожидали, что те части нашего мозга, которые ответственны за речевые способности, они ожидали, что вот те части мозга, которые начинают работать, когда мы о чем-то глубоко задумываемся, они ожидали, что те части нашего мозга, которые включаются, когда мы что-то анализируем или созерцаем себя изнутри, и те части мозга, которые активно действуют, когда мы бодрствуем, так вот, эти ученые думали, что когда они начнут исследование, то они будут смотреть на людей, которые молятся на языках, и у них мозг не будет работать во время молитвы на языках. Потому что эти ученые думали, что молитва на языках, когда ты не понимаешь умом, что ты говоришь, то значит, и мозг твой в этом не принимает участие в молитвы на языках. Ученые так думали. И так эти ученые обнаружили, что все происходит совсем наоборот. Все части мозга, которые начинают действовать, когда мы говорим, когда мы глубоко о чем-то размышляем, вот эти части мозга, которые отвечают за умственную, высокоумственную деятельность, за язык, за речевые способности, все эти части мозга во время молитвы на языках начинают буквально гореть и очень сильно работать. Когда ты молишься на языках, Бог твой мозг в этот момент делает очень умным. Ученые, проводя эти исследования, обнаружили. Ведь это невероятно, правда? Когда мы делаем то, что Бог сказал нам делать, спасибо большое, добрый человек, твой мозг и твое тело начинают работать гораздо лучше. Потому что твой разум, твой разум, где происходит решение, где ты принимаешь решение, твой разум может изменить физическое строение твоего мозга. И мы также знаем из этих исследований, что вот сейчас в мире просто сумасшествие по поводу всех этих общественных сетей, социальные сети, на самом деле вот это пристрастие к социальным сетям, оно превращается в проблему. Конечно, все эти новые средства общения очень помогают людям общаться. Я пользуюсь ими. У нас есть страничка в Фейсбуке для наших последователей, в Твиттере, в Инстаграме нас можно найти. Если вы зайдете на мою страничку, например, в Фейсбуке, то вы там обнаружите свои фотографии, потому что мы здесь вас сфотографируем, и я уже все это выкладываю на свою страничку в Фейсбуке. Итак, это замечательно. Но когда у вас вырабатывается пристрастие, когда вы настолько погружаетесь в Твиттер, постоянно что-то пишете, вы уже не получаете удовольствия от жизни. Или вы не можете выйти со своей странички в Фейсбуке. И если ваша самооценка зависит от того, сколько у вас контактов или друзей в Фейсбуке, или если вы, глядя на фотографии других людей, критикуете, как они выглядят. Если вы не можете даже на час остаться без странички в Фейсбуке или в Одноклассниках, то у вас уже проблема. На самом деле, ученые уже называют это пристрастием нарушением, и они называют это пристрастием к социальным сетям. Это уже как болезнь классифицируется. И вот эти социальные сети, когда человек одержим ими, на мозг имеет такое же влияние, это одержимость, как кокаин. Ученые выяснили. На самом деле, это влияет на твое мышление, на то, как ты думаешь. И на самом деле, твой образ мышления очень связан с этими пятью шагами, о которых я говорила. И так, как все происходит, все начинается с нашей головы, враг, теперь наш враг использует эти социальные сети для того, чтобы нарушить наше мышление, разрушить его. И так, все должно быть сбалансировано, должно быть равновесие. Молитесь, просите Духа Святого, чтобы Он научил вас правильное количество времени проводить в этих соцсетях. И профессоры в Гарвардском университете Их лишили возможности входить в эти социальные сети людей из Гарварда. И по прошествии какого-то времени им снова предоставили возможность пользоваться социальными сетями. И потом этим профессорам были заданы вопросы. И вот, что они говорили в основном. Это не я, это те профессора, у которых отнимали социальные сети, а потом им их вернули. Вот, что они говорили. Вы знаете, когда ты попадаешь в эту ловушку социальных сетей, там появляется 140 подвидов. Это у тебя начинает развиваться поверхностное мышление. Когда ты в этих соцсетях, ты поверхностно все рассматриваешь, и это превращается в привычку, поверхностное отношение. Вместо того, чтобы глубоко анализировать, глубоко осмысливать информацию. И эти люди, ученые, обнаружили, что когда ты в этих соцсетях проводишь время, то твоя способность что-то глубоко анализировать уменьшается. И они поняли, что когда ты в социальных сетях все время, ты не можешь уже глубокие книги читать, ты не можешь глубоко мыслить. И вот эти профессора обнаружили, что когда они перестали, сами эти ученые люди перестали пользоваться Фейсбуком, одноклассниками, ну это у нас, то они вновь обрели способность читать глубокие книги и глубоко мыслить. И у них улучшилась работа мозга. Не важно, сколько тебе лет. чем больше ты используешь свой разум, тем твой мозг работает лучше. Мы должны сами себя дисциплинировать, чтобы в нашем мозге был порядок, была чистота. И я на протяжении многих лет помогала больным, я помогала пациентам, у которых в голове были нарушения. И я в самом начале узнал, я поняла, лучшее, что ты можешь сделать для другого человека, это научить его дисциплинированно мыслить. Потому что мысли существуют реально. И 75-98% от 75-98% всех проблем со здоровьем, всех нарушений поведенческих, всех болезней, все это начинается с мыслей. Поэтому обновление мышления это не просто хочешь делай, хочешь нет. Необходимо обновлять мышление. И однажды провели эксперимент. Врачей призвали, определенную группу врачей, призвали уделять большее внимание пациентам. Обычно врачи пытаются вылечить людей, но они не принимают глубокого участия в жизни пациентов. И я сейчас говорю, особенно о тех врачах, которые трудятся в больницах, в стационарах, где пациентов много, им приходится очень много, большому количеству людей помогать, и у них нет времени уделять большое внимание каждому пациенту. И так этих врачей призвали делать что-то новое. Когда они заходят в палату, им сказали, сядь рядом с больным, возьми его за руку. Поговори с этим больным, удели внимание, спроси, как он себя чувствует. На самом деле, это была группа онкологов, это врачи, которые лечат рак. То есть там была группа больных, раком, которые умирали, и группа врачей-онкологов, которых попросили найти новый подход к пациентам. Эти пациенты были несчастными людьми, они были в депрессии. И так, на протяжении 21 дня все это делали, и пациентов потом начали опрашивать. И было выяснено, что вот эти пациенты, которые были в глубочайшей депрессии, они, эти пациенты, которым было очень плохо, после трех недель, по прошествии трех недель, врачи на протяжении трех недель каждый день уделяли им большее внимание. И уже никто из этих пациентов не был в депрессии. Все эти больные вышли из депрессии. А вы знаете, сколько минут эти врачи уделяли пациентам каждый день? Семь минут в день. Семь минут в день личного общения. Это же немного совсем, правда? И наука, изучающая мозг, доказывает, что семь минут каждодневно, семь минут сконцентрированного внимания, сконцентрированных размышлений, произведет огромные изменения в физическом строении твоего мозга и твоего тела. И вот у меня есть этот процесс, который состоит из пяти шагов. И я на этих семинарах как раз вас этому и учу. И все это можно найти в моих дисках, в моих книгах, в интернете. на самом деле мы разбираем подробно науку мыслей. И здесь главное обновление мозга, обновление мышления. Итак, я использую науку, созданную Богом. А мирская наука всего лишь пытается угнаться за всем тем, что уже написано в Божьем Слове. И я объясняю все так, чтобы вы могли это взять и, используя эти знания, обновлять свое мышление. Итак, есть пять очень простых шагов. И эти пять шагов основываются на очень глубоких исследованиях, на самом деле в основании научной работы. И я на последних встречах говорила, что можно сделать за семь минут? Вот эти пять шагов. Ты начинаешь вначале с трех минут. Ты благодаришь, славишь Бога и поклоняешься Ему. Я учила вас этому. Ты должен десять минут в день потратить на то, чтобы в голове навести порядок. Это абсолютно изменит ход или течение твоего дня. Ты должен научиться прежде всего искать лица Царства Божьего. И все остальное тебе приложится. И так очень быстро. Пять шагов. Сначала ты собираешь информацию, ты ее принимаешь через свои пять органов чувств. Ты должен начать осознавать, что проникает в твою голову. Ты должен начать анализировать, осознавать, какие мысли есть в твоей голове. В голове каждого человека в мозге есть сотни структур. И эти структуры состоят из множества соединений. И когда вы начнете осознавать свои мысли, все начинает приходить в порядок. Приходит в порядок. И когда вы делаете второй шаг, второй шаг это сосредоточенное размышление. Когда вы специально глубоко созерцаете себя изнутри, вы обдумываете глубоко. И ваш мозг переключается в особый режим глубокого размышления. Это то состояние, для которого ваш мозг был создан. И когда вы переходите к третьему шагу, а третий шаг, вы должны записать свои мысли. Вы должны вести дневник своих мыслей. и внутри в центре мозга есть особые строения. Есть особые связи, строения в мозге каждого человека. И все, что есть внутри нашего мозга, помогает нам приводить в порядок свое мышление. И так нужно записать. И если вы запишите свои мысли, вы как будто свой мозг перенесете на бумагу. потому что для того, чтобы записать, сначала мысль должна сформироваться. Все, что вы делаете, все, что вы говорите, сначала существует в виде мысли. Поэтому это очень хорошая дисциплина, когда вы себя приучите записывать. Вы должны выработать привычку свои мысли записывать на бумагу. и как только мысли записаны на бумагу, вы переходите к четвертому шагу. Вы снова возвращаетесь к тому, что вы записали. Вы читаете, анализируете, просите Бога показать вам значение написанного. И Бог вам покажет, откроет вещи, вам даже трудно поверить в то, что Бог вам покажет. Я уже 30 лет занимаюсь научной работой. Я работала с тысячами людей. И сейчас уже миллионы людей слушают нас, мы ездим по всему миру. И я по-прежнему удивляюсь каждый раз, меня потрясает, какое количество электронных писем нам приходит. Люди рассказывают нам, что их жизнь изменилась лишь благодаря тому, что они привели свои мысли в порядок. Люди говорят, что они выработали привычку приводить свои мысли в порядок, и они подчиняют теперь свои мысли в послушании Христу. Дух Святой вынимает из глубин нашего мозга какие-то проблемы, о которых мы даже не догадывались, не подозревали. Именно вот это происходит, когда вы совершаете эти пять шагов. И пятый шаг осуществления. Когда ты что-то начинаешь делать. Вера без дел мертва. Ты должен что-то сделать. наука доказала, что мысль надо взять и использовать. Когда ты пытаешься сделать так, чтобы что-то хорошее перешло на уровень долговременной памяти. Долгосрочной памяти. Именно через использование, через применение. это новая память, новая привычка запоминается, она как бы затвердевает, она входит в тебя. Итак, пять шагов. Ты должен на это посвящать семь минут. Лишь одна минута. Одна минута на каждую мысль. Потом ты ту же самую мысль подвергаешь анализу, ты сконцентрировано думаешь. Ты ту же самую мысль записываешь. Ту же самую мысль ты снова возвращаешься к ней. И ты потом работаешь над этой мыслью, то есть начинается осуществление. Ты на эти пять шагов должен потратить максимум семь минут, то есть полторы минуты максимум на каждый шаг. И потом ты заканчиваешь. Потом целый день ты просто живешь, на следующий день ты делаешь то же самое, пять шагов семь минут. Потом на третий день ты совершаешь те же пять шагов на протяжении семи минут. дней третий и четвертый день и труднее всего бывает на третий и на четвертый день. Ты можешь одновременно работать лишь над одной мыслью, разбираться лишь с одной мыслью. На протяжении двадцати одного дня ты побеждаешь одну мысль. И у каждой мысли есть корень и есть ветви, которые переплелись с другими. главная мысль, с которой связаны еще другие мысли. Иногда мы не знаем, что это за главная мысль, какая она. Но по мере того, как ты на протяжении двадцати одного дня, каждый день, на протяжении семи минут совершаешь эти пять шагов, Бог откроет тебе, что происходит внутри тебя. Итак, первый и второй день. у тебя есть желание, у тебя есть мотивация. Вырабатывается огромное количество веществ химических. Допамин, который делает тебе чувствовать желание, у тебя есть энергия, чтобы это сделать. А серотонин, который тоже начинает вырабатываться, он дает тебе хорошее самочувствие. Я просто упомянула два. Есть еще больше, конечно. И когда ты это все делаешь, ты начинаешь себя чувствовать радостным. Но на третий и на четвертый день вырабатывание этих химических веществ уменьшается, их становится меньше. И так и должно быть. Потому что твое тело всегда старается все привести в баланс, чтобы было равновесие. если слишком долго вырабатываются эти вещества, то в голове начнется хаос. И антидепрессанты приводят как раз к этому. В голове начинается беспорядок из-за антидепрессантов. Тебе не нужны таблетки, тебе нужно просто заняться своей головой. Третий и четвертый день это как раз то время, когда большинство людей опускают руки и перестают это делать. Третий и четвертый день это дни неверующего Фомы. Помните Фому, он хотел руками пощупать раны. Прежде чем поверить, ему надо было пощупать. Итак, на третий и четвертый день Бог говорит, хватит пытаться пощупать раны. Хватит пытаться ощутить какой-то кайф, найти какой-то кайф. Тебе нужно стать зрелым. Ты должен начать жить по вере. Хватит закрывать глаза. Пытаться схватить Бога за руку. Ты должен выйти из лодки, как это сделал Петр. И ты пойдешь по воде. Но как только ты начнешь сомневаться, начнешь тонуть. И пациенты, которым я помогала на протяжении многих лет. На самом деле, я обратила внимание, всегда третий и четвертый день самый трудный. Но если у тебя есть знания, ты сможешь побороть любые трудности. Итак, я заранее вас предупреждаю, третий и четвертый день самые сложные. И когда будет трудно, продолжайте пробиваться вперед, не сдавайтесь. Совершайте свое поприще. Стойте, расправив плечи. Если кто-то другой перестанет, вы не должны остановиться. Потому что на пятый день станет легче. А потом на шестом дне вы подумаете, а я могу это сделать. Потом на седьмой день произойдет замечательная вещь. Смотрите, вот в разрезе, что происходит внутри мозга. Смотрите, нейроны, которые в нашем мозге. Сотни миллиардов нейронов в мозге каждого человека. Смотрите, здесь наверху, вот здесь. Смотрите, видите вот это дерево? Похоже вот на это. Вот так выглядят мысли, которые формируются в нашей голове. В физическом выражении, когда вы о чем-то думаете, эти ветки растут физически. Смотрите, дендриты наверху. Видите, вот эти веточки, это называется дендриты. Вы своими мыслями выращиваете вот эти дендриты в своей голове. И именно вот эти мысли побуждают вас что-то делать, что-то говорить. Мы живем на основании мыслей, которые формируются в нашей голове. Ядовитые отравленные мысли приводят к ядовитой отравленной жизни. Здоровые хорошие мысли приводят к хорошей здоровой жизни. Смотрите, здесь вот есть вот эта веточка отросток, посмотрите на нее. видите такие как бы наросты, такие шишечки. Давайте выразим почтение Богу. То, что я вам сейчас объясню, является феноменом. На самом деле, все, что я описываю, феноменально, потому что все это создано Богом. И мы, занимаясь научной работой, можем выражать свое почтение Богу. Вам нравится выражать свое почтение Богу? Вы чтите Бога, мне это нравится. Готовы? Вы же помните, вы весьма умны. И я буду много учить вас. Пожалуйста, внимательно слушайте, как умные люди. Итак, седьмой день. Вы со мной же еще, да? Посмотрите, первая шишечка. Смотрите на это дерево. Каждая веточка связана с другой веточкой. И там есть вот эти шишечки. На деревьях в жизни точно так же есть вот эти шишечки. Где связаны две веточки, есть шишечка. И эта шишечка состоит из белка. И с научной точки зрения нужен 21 день, чтобы из ничего появилась шишечка, потом появился леденец, как бы на палочке такой разросшийся, и потом вырос гриб. И если это гриб, есть особого вида белок, который называется прион-протеином, этот прион-протеин может сам себя поддерживать в рабочем состоянии, то есть он может быть самодостаточным. И когда ты сталкиваешься вот с таким самодостаточным протеином в этих связях, то тогда именно в этот момент вырабатывается долговременная память. появляется новая мысль, которая останется надолго. Если ты дошел лишь до четвертого дня, то даже шишечки не появятся на четвертый день в голове. Значит, ты забудешь, если шишечки нет. Те изменения, которые произошли, забудутся. Поэтому большинство людей, конечно, кроме нас, мы-то не такие, но большинство людей, они сейчас точно такие же, как и были пять лет назад. Каждый Новый год, каждый Новый год, они принимают решение, в этом году я изменюсь, они пишут этот список в конце декабря. И потом через три дня все забывают. Я ненавижу вот эти списки под Новый год. Я люблю решения, которые я исполняю всю жизнь. И я приняла твердое решение. И Мак принял твердое решение. Наша семья приняла твердое решение. Мои пациенты, которым я помогаю, они всегда принимают твердое решение, что они будут всю жизнь обновлять свой разум. Всю жизнь. Мы постоянно занимаемся этой детоксикацией, когда мы 21 день от чего-то избавляемся. И есть пять шагов. И ты это делаешь всего 7 минут на протяжении 21 дня. Ты работаешь над одной мыслью. Сначала ты три минуты благодаришь, поклоняешься и славишь Бога. Я называю это 21 дневной детоксикацией мозга. Люди там делают пост Даниила. Люди освобождаются от ядов, которые есть в их теле, от токсинов. И все это получается только если твой разум был инициатором процесса. Если ты сначала не очистишь свой разум от токсинов, то ты не сможешь сохранить верность всем тем добрым желаниям измениться. И когда Бог говорит нам иди по поприщу, совершай поприще, ты должен быть усердным, упорным, ты должен стоять широко расправив плечи, ты должен приобретать знание, должен приобретать понимание, ты должен приобретать мудрость, ты должен со страхом совершать свое спасение. И главное здесь понять, что все это не произойдет само как в микроволновой печке. Нужно тебе много работать. Ты должен сражаться, прикладывать усилия. Но вот хорошая новость, твой мозг создан таким образом, что ты можешь справиться с любой задачей. И ученые, проводя исследования, доказали, что мозг людей, которые приняли решение в голове, в разуме, если какие-то люди приняли решение правильно думать, пробиваться вперед, сохраняя верность правильным мыслям, если вы хотите справиться с жизнью, если вы хотите стать умными, ты должен прежде всего дисциплинировать свою умственную жизнь. И на самом деле вот как раз вот этот процесс дисциплирования своей головы является главным в обновлении мышления. И для того, чтобы вот такая шишечка выросла, нужно семь дней. Каждый день ты должен на протяжении семи дней это делать, семи минут это делать. Для того, чтобы появился отросток или такой в виде леденца, да, уходит уже четырнадцать дней. Если ты все бросишь на седьмой день, то все над чем ты работал просто исчезнет. Просто уйдет. Если ты на четырнадцатый день все бросишь, так же все исчезнет. Нужно как минимум заниматься этим двадцать один день для того, чтобы появился грибок. И вот эти связи, которые уже на этом грибке, есть прионы протеины, которые самодостаточны, то есть они уже могут существовать самостоятельно. И ты сумеешь своими усилиями создать мысль, которая тебя изменит. И есть еще парадокс пластики, пластический парадокс. Здесь речь идет о том, что ты можешь потратить 21 день, ты точно так же за 21 день можешь вырастить вот такую черную мысль. Не очень хорошая мысль, правда? И если ты все-таки вырастил отравленные мысли, не чувствуй себя виноватым, на самом деле весь этот яд, этот токсичный замысел врага, ты должен осознать, что ядовитые мысли разрушают твой мозг, твой организм. Ты должен признать все это и покаяться. И если ты протянешь руки к Богу, если ты обратишься к Богу, Бог точно покажет тебе ядовитые мысли, от которых тебе надо избавиться. если ты будешь спрашивать людей, каких-то наставников, себя будешь спрашивать, если ты будешь искать мудрости у людей, если ты будешь людей просить показать тебе, что нужно исправить, то ты получишь неправильный ответ. Ты должен просить у Бога. И Бог направит тебя к любой истине. Бог знает, что мешает твоей способности концентрироваться. На протяжении 21 дня тебе нужно пробиваться вперед 21 день. И когда после 21 дня эта мысль полностью вырастет, сформируется, она будет маленькой, она маленькая, ты ее вырастил, она маленькая. Ты должен ее выращивать еще больше, чтобы эта мысль укрепилась еще больше. потом нужно еще раз, два раза по 21 дню осознанно обращаться к этой мысли, к правильной мысли, развивать эту правильную мысль. Ты же все равно так и так это делаешь каждый день. Просто нужно все делать по-другому. Ты просто не знал этого, но мы слишком легко сдаемся. Помните, когда мы учимся ездить на велосипеде или водить машину, на самом деле все кажется очень странным в начале, когда ты только начал. Все трудно, трудно включать скорости в самом начале, ты можешь даже там врезаться, трудно сдавать назад, трудно в начале. и процессе обучения чему-то, что происходит в голове? В голове начинают расти мысли. Для того, чтобы человек научился водить машину, также нужен 21 день. Но пожалуйста, если кто-то только 21 день учился водить машину, пока с ним садиться в машину не нужно, ничего не очень хорошо умеет после 21 дня. нужно еще раз два раза по 21 дню, чтобы безопасно было с ним ездить, как с водителями. И еще через день ему все равно нужно много тренироваться. Каждый раз, когда ты садишься в машину, каждый раз, когда ты садишься за руль, у тебя в голове начинают расти деревья, которые помогают водить машину. И ученые исследованиями для того, чтобы стать экспертом в какой-то области, нужно 10 лет. Конечно, Бог может ускорить процесс. Все зависит от того, на какое внимание ты будешь обращать, насколько ты себя посвятишь. В притчах написано, Сын мой, слова моим внимай. Пусть они будут перед твоими глазами. ухо свое наклони к моим словам. Пусть они будут в сердце твое, ибо они жизнь для тех, кто их нашел, и исцеление для их тела. Постоянно молись, старайся быть в Божьем присутствии. И если мы будем выбирать правильные вещи, именно это и будет с нами происходить. И когда ты ведешь машину, когда ты за рулем, конечно, в Москве надо часто обращаться к Господу и спрашивать Господь, куда ехать, чтобы не попасть в пробку, да? Но на самом деле это простой пример. Как тебе нужно стараться всегда быть в Божьем присутствии. Когда наши дети росли, мы их учили. То точно так же, как Максим стоит рядом со мной, так же Иисус стоит рядом с нами. Представьте, представьте, что Иисус стоит рядом с вами. вы знаете, что Иисус рядом, и для этого можно использовать воображение, если ты будешь постоянно осознавать, что Бог рядом, ты будешь аккуратнее говорить и аккуратнее поступать. Ты начнешь у Иисуса всегда просить совета. Правда или нет? Но Иисус рядом. Иисус прямо сейчас рядом. Иисус рядом с тобой. Старайся постоянно быть в Божьем присутствии. Первые 21 день. Я рекомендую, чтобы на протяжении 21 дня сначала провести детоксикацию мозга. И в твоей голове вырастают деревья. И ты должен вырастить деревья в голове, которые помогут тебе стараться быть в Божьем присутствии. Ты должен дисциплинировать себя, постоянно говоря с Богом. Даже когда ты навстречу с кем-то, когда ты с кем-то разговариваешь. Вот сейчас я разговариваю с вами. Я одновременно говоря с вами в голове молюсь на языках. И я спрашиваю Духа Святого, что мне еще сказать? Я спрашиваю Дух Святой, помоги мне сказать что-нибудь такое, чтобы Максим не мог перевести. Но на самом деле нет, Но я вам покажу еще один слайд. Вот внутри мозга. Ведь всех есть свекрови, тещи, да, тещи, всех есть свекрови. У меня есть замечательная свекровь, но мы сейчас пошутим на тему тещи и свекрови. Вот ваш мозг. Смотрите, ваш мозг двигается. И передняя часть вашего мозга это метакогнитивное восприятие, метакогнитивные способности. Метакогнитивное восприятие это подсознание. Что такое метакогнитивное восприятие? Это способность встать как бы со стороны, посмотреть на себя со стороны и оценить свои мысли со стороны. Итак, сейчас будет шутка о свекрови или о тёще. Я хочу просто проиллюстрировать то, что я... а что делать, когда ты вышла замуж или ты женился или тёща и свекровь тебя недолюбливает? И вот, например, я как женщина вышла замуж и моя свекровь постоянно мне говорит ты плохо готовишь, ты плохо убираешься и у меня из-за свекрови в голове вырастает ядовитая отравленная мысль чёрная. Она 10 лет назад меня обидела там... Свекрови бывают разные, да? И я думаю ну я сегодня пойду и разберусь этой свекровью и всё и выскажу. И вот видели вот эти маленькие такие всплески? Вот то, что появлялось, мигало и слова появлялись. Это вот эти ядовитые отравленные мысли. Не важно если что-то кто-то тебе сделал. Не важно что кто-то что-то о тебе сказал. Потому что Бог повелевает нам прощать. Если ты не простишь ты навсегда останешься связанным с этим человеком который тебя ранил или обидел. А Бог сказал возложи все свои заботы на меня. И если ты будешь держаться за эту ядовитую боль за токсичную боль ты не только разрушать ты этим будешь разрушать не только свой мозг свое тело свой дух свою душу но ты этим будешь разрушительно влиять или действовать на людей которые рядом с тобой и ты повлияешь на жизнь последующих четырех поколений если ты не сумеешь разобраться с этими плохими мыслями о свекрови то эти плохие мысли перейдут в голову твоих детей твоих внуков твоих правнуков все что есть в тебе переходит в последующие четыре поколения нечесть отцов переходит до третьего и даже до четвертого поколения но в библии также написано что ты не несешь ответственности за грехи своих отцов и если ты не хочешь чтобы эти ядовитые вещи были в твоей голове если вдруг что-то проникло из предыдущих поколений а на самом деле проникает представьте что все это в коконе что все это закрыто и все это еще не действует все это в неактивном состоянии если что-то действует в твоем поколении а в следующих четырех поколениях не действует если только да да Дух Святой ее все-таки заставил сказать что-то что я не сразу понял если какая-то негативная мысль если у вас плохая мысль о вашей свекрови или о вашей тече если вы постоянно о своей свекрови говорите плохие вещи и ваши дети это слышат вы питаете своих детей вот этими плохими вещами и если эта мысль уже была в вас когда вы только зачинали своих детей то эта мысль также проникла и в их голову и если вы постоянно о своей свекрови говорили плохо то вы послали сигнал в голову своих детей и то что в них находилось в спящем состоянии то что в них дремало выйдет наружу и они начнут чувствовать себя точно так же и им не будут нравиться их бабушка даже если они бабушку не видели они ее будут недолюбливать не видя ее это ужасно мы не должны так поступать со своими потомками эта горечь переходит из поколения в поколение она разрушает и у твоих детей будут проблемы и ты должен осознать ты должен покаяться ты должен избавиться от этих ядовитых мыслей и ты можешь избавиться от них только за 21 день не за 5 минут и ты должен извиниться перед своими детьми скажи детям прости что я научил тебя неправильным вещам моя реакция была неправильной я не отвечаю за то что она сделала но я отвечаю за свою реакцию и я как родитель отвечаю за то на мне ответственность за то чтобы научить тебя реагировать правильно поэтому я молюсь о этой токсичной мысли в тебе и вы должны на протяжении 21 дня помогать своим детям и вы должны помочь детям избавиться от токсичных мыслей ваши слова которые проникают неправильные слова которые проникают в мозг ваших детей разрушают мозг ваших детей и это касается всего депрессия алкоголизм любое беспокойство любая обида любая горечь что бы это ни было вы не должны страдать от того что было в прошлом помните что написано во втором фессалоникейцам 1.8 1.6 простите там написано я воздам за нечестие тем кто тебя беспокоил бог присматривает за тобой со спины бог тебя защищает когда ты кого-то прощаешь ты разбиваешь эту связь ты разбиваешь эту связь со всяким злом который есть в твоей жизни и начинается исцеление если ты в тысячах километров от своей свекрови от своей тещи и ты думаешь что нормально вот эти ядовитые мысли в голове я же далеко на самом деле это ненормально каждый раз когда ты обращаешься к этим ядовитым мыслям они начинают оживать еще больше и так как у тебя тем не менее остаются отношения со свекровью твои неправильные мысли повлияют на нее на эти отношения это уже квантовая физика речь идет о пространстве о времени и о месте когда действуют Божьи законы никакие пространства не могут отделить и проклятие незаслуженное проклятие не сбудется но заслуженное проклятие сбудется и если у тебя есть отношения с твоей свекровью или с тещей и ты говоришь плохие вещи о ней она говорит плохие вещи о тебе то вы друг друга проклинаете вы должны простить и если вы простите то проклятие уйдет если ты примешь решение простить если кто-то простит а кто-то нет если кто-то живет в непрощении эта токсичность в нем будет умножаться увеличиваться и проклятие в его жизни умножится если он не простил я вам хочу показать еще один рисунок вот внизу вы видите это хорошая мысль это такая мысль которая говорит я прощаю свекровь прощаю тещу вот там это плохие мысли ненавижу свекровь ненавижу тещу и вот связи о которых я говорила о чем ты думаешь больше всего заставит эти вещи расти появятся эти отростки и вот эти отростки с которыми происходит самая большая связь о чем ты думаешь больше всего и враг приходит и заставляет тебя больше всего думать о плохих вещах но ты можешь избрать для себя не думать о плохих вещах смотрите, что происходит вот это вот сиреневое, лиловое это химические вещества, которые соединяют хорошее и плохое и хорошее с хорошим и если ты думаешь только о хорошем и ты перестанешь думать о плохом то все это уйдет и ты будешь связан с Божьим Словом и с жизнью и ты будешь пребывать на лозе получишь прощение и избавишься от токсичных мыслей видели вот эти такие лиловые пузырики мы снова покажем сиреневые вот эти пузырики они соединяют мысли вместе смотрите вот эти отростки там есть клей и это наука все это научное исследование и если я решаю о чем-то думать эти отростки становятся сильнее и появляется, вырабатывается больше клея и если я принимаю решение вот о чем-то определенном больше не думать то отросточек начнет засыхать он превратится в такой леденец и потом превратится в такой в шарик и потом и шарик этот исчезнет этот пупырышек исчезнет и этот клей перестанет быть там, где плохое и этот клей переключится на что-то хорошее и все это начнет отпадать как бы отсохнет, исчезнет и если ты примешь решение сосредоточиться на чем-то то в то место, о чем ты думаешь потечет клей и туда потекут белки, протеины и ты будешь связан с жизнью ты делаешь это выбор за тобой я хочу за вас помолиться давайте все встанем вы рады или нет? удивительно, правда? давайте воздадим Богу славу спасибо, Иисус спасибо за то, что ты настолько удивительно создал нас Господь, мы хлопаем и поклоняемся Тебе мы хлопаем и поклоняемся воздаем Тебе аплодисменты надеём мы хлопаем и поклоняемся